22-летний Владислав Фильченко около 4 лет занимается велосипедным фристайлом. За это время научился делать различные трюки и достиг определенного уровня. Парень активно продвигает в нашем городе этот вид спорта и собрал вокруг себя единомышленников. Вот только заниматься в Бобруйске любителем экстрима по сути негде. Владислав долго вынашивал идеи создать специальную площадку для таких же увлеченных людей и обратился в отдел спорта и туризма. Там инициативу молодого человека с радостью поддержали. Это мы только велосипедисты, у нас человек 20. А плюс еще сколько скейтеров и самокатеров. Это большое количество людей, которые катаются то на ДК, то на площади. И понятно, нас там прогоняют, могут сказать, что мы грани портим, рамор бьем. Поэтому мы обратились и нам сказали, что да, мы поможем, построим фигуры, парк, чтобы катались. Скейт-площадку решили установить на стадионе «Спартак» в специально отведенном месте за счет средств городского бюджета. Стоимость сертифицированного российского оборудования – 14 тысяч белорусских рублей. Площадка позволит не только организованно заниматься экстремальными видами спорта, но и проводить в будущем соревнования различного уровня. Пять фигур, которые будут установлены на стадионе «Спартак». Принято решение для того, что здесь инфраструктура позволяет в плане и добираться бы удобно, и немаловажно, что этот объект охраняемый, в том числе и камеры видеонаблюдения, потому что этот вид спорта всё-таки травмоопасный. Ну и это решение было принято коллегиально вместе с всеми любителями этого вида спорта в городе Бобруйске. Установить оборудование планируют в первой половине октября. Официальное открытие скейт-площадки пройдёт в ноябре. К слову, скейтбординг включили в программу Олимпийских игр в Токио. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.